Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Наступила осень, время подведения итогов и время сбора урожая. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о винных сортах. Я вам покажу все, что у нас растет, расскажу преимущества каждого сорта. И, конечно, в конце видео выделю фаворитов. Так что оставайтесь с нами. Итак, это у нас реформа. Реформа вообще относится к универсальным сортам. Но мы больше используем его для приготовления вина. Очень ранний сорт. Сегодня у нас 1 сентября, и он полностью готов. Мало того, смотрите, даже гребешок на грозди, он уже начинает вызревать. Да, с одной стороны он дает небольшую грусть. Мы потом положим ее на весы, посмотрим, сколько. Ну, такая она, небольших размеров. Но очень вкусная сладкая ягода, дает хороший сахар. В этом году мы еще не мерили. В прошлом году это было 25%. И, конечно, из него получается замечательное вино. Белое, хотя мы его делали по красному типу. Но все, о виноделе я буду рассказывать в другом видео. Ну, значит, плюсы. С одной стороны, да, гроздь небольшая. С другой стороны, вам не надо сильно думать о перегрузках. Потому что вот эту гроздь виноград точно выкормит. Дает он по 2-3 грозди на ветке. Он их точно выкормит, обладает хорошей силой роста. Смотрите, уже и лоза вся вызрела. То есть особых с ним проблем нет. Сладкий, вкусный, ароматный. Но, чтобы сказать, такой специфический аромат, например, как мускат, либо выделить какую-то ноту сложно. Но в вине вот этот аромат, он проявляется, и получается хороший, душистый и качественный на вину. Но, конечно, просто так кушать его тоже очень вкусно. Ну, конечно, давайте с вами извесим гроздь, посмотрим. Вот у нас пока за 240 грамм вот это. Ну, вот это будет чуть поменьше уже садятся весы порядка 200. То есть средний вес грозди 200-250 грамм. Ну и, в принципе, 3 грозди может быть на ветке. То есть это довольно неплохой урожай. А вот нашли гроздь еще больше, 260 грамм. Этот сорт я вам уже показывала. Русский ранний. Ну, вот здесь не самая крупная гроздь. Сейчас пойдем покажем самая красивая. Вот такие у нас хорошие, красивые грозди. Сорт я уже показывала. Он готов был, в общем-то, уже недели две назад. Его можно было кушать. Неоспоримое преимущество то, что он очень хорошо сохраняется на кусте. То есть если вам надо подождать, например, еще чего-то, то он вполне может повисеть. Либо если вы хотите его использовать не на вино, а для употребления в пищу, то точно так же ему не обязательно снимать весь сразу. Он может повисеть на кусте и некоторое время. Сладкий, хороший, вкусный. Ну, сильно больше останавливаться не буду. Ароматный, кстати, очень ароматный. Поэтому в вине вот этот аромат, он тоже очень хорошо и приятно чувствуется. Ну, и пойдем дальше. Вот это весь урожай русского раннего, который мы уже сняли. По весу вышло где-то 17 килограмм. И средний вес грозди где-то грамм 300. Самая максимальная, которую мы нашли у нас, 370. Средняя вот эта выходит приблизительно 300. Еще один винный сорт, Симоне, тоже он уже готов. Смотрите, хорошо видно даже и лоза уже вызрела, и гребешок уже стал вызревать. В принципе, можно было чуть раньше снимать. Но винные сорта хочется поддержать до максимума для того, чтобы они набрали наибольшее количество сахара и аромата. Сорт очень неприхотливый. Ну, по урожайности вот 2-3 грозди вот такие выдает по весу. Потом покажем, сколько это выходит. Чем хорош этот сорт? Как видите, гроздь довольно рыхлая. И за счет этого, например, если идут какие-то сильные обильные дожди, когда ягода может трещать, то он не сильно этому подвергается. И ягода сохраняется. Еще какой заметили в этом году интересный момент, когда на него напали осы. Закрывала я в мешочках, и получилось, что если где-то ягодку я не заметила, она просто вот так вот завялилась, либо загнила только одна. Не переходя на другие ягоды. То есть он хорошо сохраняется. На кустах это, конечно, очень важно. Аромат у него такой легкой изобельный. Кислоты практически не ощущается. Сахара много, но сейчас не мерили сказать точную цифру, не могу. Но сахар ощущается очень хорошо. И аромат вот этого сорта, он даже если рядом в солнечный день, рядом с кустом находиться, то это будет очень хорошо чувствоваться. Итак, здесь у нас зилга, но в этом году немножечко она по весне подмерзла. И в этом году не такой урожай. В прошлом году мы сняли с нее 30 килограмм с куста. Такая вот плотненькая груздочка. Вот уже смотрите, есть такие груздочки. Есть и вот такие груздочки. При этом она способна выдавать до 4 гроздей на побеге. То есть урожайность с нее очень-очень хорошая. Тоже полностью готова. Смотрите, вот пошел и гребень темнеть. Сахара уже очень много. И еще, особенно для винных сортов. Понятно, что столовые сорта попробовали, на вкусное мы едим. Для винных сортов желательно, чем лучше они вызрели. И как проверить? Просто смотрите косточку. Если косточка коричневая, значит виноград полностью готов. В принципе, на кустах хорошо висит. Но сейчас все полностью готово. Уже будем снимать, ставить вино. Хорошо висит, тоже может заизюмливаться. Единственное, что если очень влажный год, за счет того, что вот гроздь плотная, где-то может быть немножко загнивание. Поэтому если в период созревания винограда влажно, то вот за этим следует понаблюдать. А так, что по болезням, что по всему остальному, к этому кусту вообще никаких вопросов никогда не возникало. Он только радует всегда своими урожаями и приятной вкусно-ароматной ягодой. При этом тоже, в отличие от того же Симоне, тот просто сладкий с ароматом, у Зилги есть небольшая приятная кислинка и сама кошечка, она такая терпкая. Соответственно, потом вы можете регулировать терпкость вине в зависимости от того, сколько подержите на мезге. Вот это у нас красавица Паланга. Это ее первый урожай. Вот такие вот красивые грозди с потрясающим цветом на солнце. Просто вот хочется любоваться и любоваться. В принципе, для вина можно еще недельку подержать, хотя она уже вкусна, готова. Если говорить о вкусе, то это какая-то смесь меда и тропических фруктов. Вкус просто потрясающий. Немножко в шкурке чувствуется терпкость, но аромат само ягоды, он чудесный. Очень такая сочная мякоть, шкурка мешочком снимается. По вкусу, конечно, виноград потрясающий. Вот даже просто так можно есть. Остается очень приятное послевкусие. Но я думаю, что в вине оно должно себя тоже вести очень-очень хорошо и давать вот этот приятный аромат. Это ее первый урожай. Кусту всего лишь третий год. И уже вот на третий год он выдал такие хорошие, красивые грозди. В принципе, тут на самом кусте урожая достаточно. Он прекрасно несет свою нагрузку. Да, гроздочка небольшая, но их может быть некоторое количество на кусте. Понятно, что в этом году мы провозили нормировку. Ну, смотрите, лоза тоже в это время уже вызрела почти до верха. То есть для наших условий более чем хорош, при том, что, я думаю, и по срокам созревания они могут немножко сдвинуться и быть чуть раньше, ввиду того, что первый урожай, он бывает, немножечко запаздывает. Это у нас вардува. Это тоже ее первый урожай. Ну, как видите, на ее аромат слетаются и не только мы, но и осы, поэтому и прикрыты в мешочках. Гроздочки пока небольшие, но тоже, смотрите, очень красивая круглая ягода, и на солнце она имеет такой приятный янтарный цвет. Невероятно вкусный аромат, похож на тропический фрукт лечи. При этом мякоть, она вроде бы такая вот не совсем мягкая, чуть-чуть плотновато, очень-очень-очень приятная по ощущениям. Тоже третий год кусту, прекрасно вызревшая лоза, особо не болеет. Ну, конечно, похвастаться большим урожаем пока сложно, ввиду того, что хотеть от первого года. Но даже в первый год, посмотрите, мы смогли оставить и по две грозди на ветке. В принципе, получить уже такой урожай, не одну сигнальную гроздь, а то, что можно попробовать. По готовности, в принципе, она уже готова. Но поскольку это винный сорт, можно подержать буквально недельку. Она уже очень сладкая, очень ароматная. Ну, такие сорта можно держать столько, сколько они висят, чтобы они максимум набрали всех ароматических веществ, которые они только могут набрать. При этом, если есть желание, можно уже съесть. Да, в принципе, можно было даже съесть и неделю назад. Ну, либо употребить в каком-то другом виде. Еще один винный сорт – Селе. Тоже из категории молодежи. Третий год кусту. Как и у многих винных сортов, гроздь небольшая. Но понятно, что это же первая гроздь. Она будет значительно больше, и ягодка крупнее. Но при этом, смотрите, даже в этом году мы смогли оставить раз, два, три грозди. А если они еще наберут свою силу, то можно с куста получить очень хороший урожай. Красивая ягода с плотной мякотью. Вот осы не нападают на нее. Не трещит ягода, ничего ей не делается. С прекраснейшим ароматом. Тоже я бы назвала этот аромат, такой тропическо-фруктовый, похож на личи. Но при этом чуть-чуть есть кислинка возле косточки, очень приятная. И чуть-чуть есть кислинка в кожице. Понятно, что со временем ему еще можно неделю, другую повисеть, набраться сахара. Хотя уже ягода очень сладкая и ароматная. И вот эти вот кислинки, они могут стать чуть меньше. Но при этом тоже помним, что для винных сортов наличие кислотности – это хорошо. Она и должна быть. То есть должен быть хороший баланс и сахара, и кислотности. Ну, повторю, что очень ароматная ягода. И даже вот по сахару я маленькую ягодку срываю, пробую, руки потом аж липки. То есть сахара тоже здесь достаточно. Лоза. Начало сентября. Уже довольно неплохо вызревшая. На некоторых ветках почти на всю длину. По болезням особых вопросов нет. Ну, видите, если в первый год плодоношение уже куст дает такой урожай, то понятно, что с годами он будет только крепче, крепче и приносить все больше и больше урожая. Здесь у нас лепсна. И у лепсны это первый урожай. Этот виноград, конечно, он он безумно красивый. На солнце вот его ягода, она аж светится. Я когда видела фотографии в интернете, мне казалось, что это просто красивая картинка. Но он действительно невероятно красив. Это первый урожай для данного сорта. И посмотрите, тоже вот три грозди на ветке мы вполне смогли оставить. Да, грозди небольшие, но все еще впереди. По вкусовым качествам у данного сорта очень интересный такой переход. С одной стороны, это тропический аромат. Аромат, о котором я уже говорила, чем-то напоминающий личи. Но вот две недели назад мы уже ее пробовали, и тогда аромат фрукта больше ощущался. А сейчас к нему добавилось, он стал более нежный, более изящный, если так можно назвать, именно вот вкус ягоды. И добавилась легкая терпкость. Конечно, очень сладкий. Есть чуть-чуть и кислинки. Вкус такой... Сложно выразить его словами, но вкус действительно потрясающий. И я думаю, что вот, наверное, такие сорта, они используются даже не просто для вина, а для купажирования, потому что эти ароматы в вине должны раскрываться очень хорошо. Ну, тоже лоза вызревшая. Прекрасно куст себя чувствует, несмотря на то, что он еще совсем молоденький. Это у нас едвинга галюнаса. И вот этому кусту всего лишь второй год. И всего лишь на второй год он выдал вот такие грозди. Причем на кусте кое-что закрыли. Очень тонкая кожица и может повреждаться усами, поэтому прикрыли мешочками. Но при этом, смотрите, вот гроздь на мою ладонь. То есть это хороший вес. Я представляю, что будет с этим кустом, когда он наберет свою мощь, если он на второй год всего лишь может выдавать такие грозди. В принципе, она уже готова. Еще неделю назад, когда я ее пробовала, она уже красилась, она уже была красивая. Но она была очень терпкая. А сейчас вот эта вот терпкость, она стала уходить, и появился очень-очень приятный аромат. Когда я читала вообще про этот сорт, разные отзывы были. Вот там какой-то лабруска, еще что-то, что слишком вот она терпкая. Нет. Она потрясающе вкусная. Если попробовать, и потом остается очень такое приятное послевкусие нежное от нее. Да, есть немножко терпкость, есть немножко фруктовый аромат. Прекрасный баланс сахара и кислоты. Ну, что можно сказать еще? Виноград потрясающий. Сорт потрясающий. Смотрите, вот и лоза возревает. Ну, все в ней замечательно. Еще один сорт универсального назначения Свенсен Ред. И, как большинство сортов на этой шпалере, ему тоже второй год. И вот какие он у нас выдал результаты. В принципе, и гроздь неплохая, и нагрузка неплохая. Тут и ягодки по размеру нормальные. То есть, все у него хорошо. Сорт вообще американской селекции, и у него есть свои характерные особенности. Цвет ягод может меняться в зависимости от региона. Чем холоднее, чем более холодный регион, тем цвет ягод становится темнее. И в регионах таких более южных, более теплых, вплоть до того, что она вообще может быть такой нежно-розовой. Вот такая особенность у этого сорта. И еще. В описаниях фигурирует, что у него морозоустойчивость минус 32, минус 35. То есть, казалось бы, для любителей не укрывать виноград, самое то. Но есть один нюанс. Эта морозоустойчивость, она при стабильных зимах. Как только зима нестабильная, ну, как, например, в нашем регионе, очень часто бывает, то мороз, то оттепель, то оттепель, то мороз. В таких условиях морозоустойчивость может сильно падать. Поэтому, если вы принимаете решение не укрывать виноград, никто не дает гарантии, что он хорошо перенесет зиму. Ягода у этого сорта очень приятная, с таким легким мускатным ароматом. И вот, кажется, она такая кругленькая, больше похожа на изобельные сорта, но немножко другая по ощущениям мякоть. Шкурка, она вроде как снимается немножко мешочком, но тоже не так, как у изобельных сортов. В общем, он хорош не только для винных дел, но и для того, чтобы просто им похрустеть и покушать. Еще один видный представитель, но не вот этот. Это у нас сеня, а вот это вот зигиреби. На вид, конечно, виноград не самый привлекательный. Цвет у него такой грязно-красный. Гроздочка плотная, но имеет потрясающий мускатный аромат. Хороший сахар. И тоже он у нас плодоносит первый год, поэтому и размер гроздей, и размер ягод во всем этом судить еще совсем рано. Но гроздочек выдал нормальное количество. Единственное, что очень плотная гроздь. И надо смотреть в процессе, может быть, немножко ее прореживать, для того, чтобы ягодки не давили друг друга. Но что касается вкусовых качеств, конечно, они превосходные. Очень сильный, очень явный мускат, очень приятный. Ну, что тут еще сказать. То есть, как и большинство винных сортов, весь уклон пошел именно на вкусовые качества, а не на внешний вид. А здесь у нас супага. Вот такие выдает очень красивые грозди. Супага сорт универсальный. Немножко шкурка снимается мешочком, но это абсолютно не мешает никак поеданию ягоды. Ну, а для вина шикарный сорт. А в характерную особенность, ну, вот здесь вот на солнышке ягодки немножко желтоватый, он абсолютно готов. Если мы посмотрим вот здесь, ягода кажется зеленой. И из-за этого кажется, что виноград еще не зрелый. Но на самом деле он полностью готов. Он хороший, сладкий, вкусный и ароматный. Что касается вкусовых качеств, ну, как только не называют этот вкус. Какая-то смесь фруктовых ароматов, кто-то называет этот аромат земляничным, кто-то ананасным. Ну, мне кажется, наверное, это больше все-таки к ананасному аромату. В любом случае сорт очень ароматный и очень приятный на вкус. Обладает хорошей силой роста. Можно использовать и в качестве беседочной культуры. Но я всегда говорю о том, что если вы хотите использовать виноград в качестве такой вот беседки, то все равно помните о формировках для того, чтобы получить и урожай, и какую-то живую изгородь. Иначе получите только живую изгородь, ну, а урожай как повезет. По болезням тоже никаких к ней вопросов. Ягодка не трещит, даже осы. Ну, немножко было тут какое-то мелкое нападение, но по сравнению с другими сортами практически осами не поедается. Ну, по урожайности тоже, видите, хорошие крупные грозди. В прошлом году, по-моему, грамм до 400 была у нас грозда. Поэтому она не только вкусная, не только красивая, но еще довольно урожайная. Ну что ж, на этом наш показ винных сортов завершен. Напомню, что для себя мы, конечно, выбирали самые лучшие, самые ароматные сорта, самые интересные и готовы предложить их вам. Ну и как я обещала в конце, выделить кого-то, хотя, честно говоря, выделить какой-то сорт достаточно сложно, потому что каждый сорт обладает какими-то своими преимуществами. Ну, вы должны сами для себя решить, что бы вы хотели. Если вам очень важны сроки созревания, то, конечно, тут самый такой лидер будет реформа, потому что он созревает раньше остальных. Если для вас важны объемы, то, конечно, здесь непревзойденные лидеры, это будут зилга, супага и русский ранний. Ну, а по ароматным свойствам я вам тоже показала все наши сорта и рассказала, насколько вкусные, насколько ароматные они могут быть. А вы уже выбирайте сами, что бы вам хотелось. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментарии свое мнение. Под видео, нажав кнопочку «Еще», найдете ссылку на наш сайт с описанием всех сортов и наши контакты. До новых встреч, пока!